31 января впервые в истории в Совете Федерации был задержан действующий сенатор. Часть первая. Полиция! Руки за голову! Давай двигайся быстрее там! Руки подними! Нет она! Ну-ка руки сюда! Аккуратно приводим! Подними руки! На пал! Спецоперацию планировали в строжайшем секрете. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин узнал подробности за три дня до того, как Рауф Арашуков был блокирован в зале заседаний. И сделано это было не ради эффекта, а чтобы сенатор не скрылся. В кармане у него лежал билет с открытой датой, а частный самолет политика стоял в аэропорту в 20-минутной готовности. Бойцы спецподразделения ФСБ перекрыли входы и выходы из зала. Генпрокурор Чайка быстро доложил членам парламента обвинения в адрес их коллеги. Всего-то попытка госпереворота и два убийства. И прижатые к стенке сенаторы проголосовали за снятие с Арашукова неприкосновенности. Рауф и в этот момент пытался убежать, но не успел. Матвиенко скомандовала. Я сказал ему, чтобы он сел на место. А еще говорят, что жених не жигит. Если он как трусливый шакал, от врага побежит. Одновременно в Санкт-Петербурге в офисе Газпрома был арестован папа сенатора Рауль Арашуков. Лидер объединенного преступного сообщества, именуемого в простонародье Шайкой. И по версии следствия укравшего у государства 30 миллиардов рублей. Попали за решетку и другие члены семьи. Граждане бандиты! Внимание! Ваша банда полностью блокирована! Предлагаю вам сдаться! 50 следователей центрального аппарата СК РФ в сопровождении 50 сотрудников ФСБ вылетели в Пятигорск, Есентуки, Невинномыскск, Астрахань и Ставрополь, где в один день провели 52 обыска. Для исключения утечки следователи до последнего момента не знали, в какие города летят. А адрес, куда заходят, не знали до обыска. Хорошо понимая, кто именно в России дает санкции на арест сенатора, я отправилась в Карачаево-Черкесию, чтобы ответить на вопрос, что же такого сделали Арашуковы, и чем эти кавказские олигархи, члены газовой госкорпорации, нарушили контракт с верховной властью. Я обнаружила две странные вещи. Первое. То, что сенатор в 2010 году убил двух человек, в республике общеизвестно. Об этом 9 лет писалось в газетах, и даже сам виновник Арашуков хвастался в кабинете начальника полиции Хабесского района перед задержанными. Если я с Жуковым и Шебзуховым разобрался, то и вас запросто приделаю. Задержанный Амир Бихачуков пожаловался тогда генпрокурору Чайке. Письмо его 7 лет вывешено на местных сайтах, но на него никто не обращал внимания. Подумаешь, сенатор-убийца, эко-неветель. То есть уголовное дело-то замшелое. Соответственно, в посадку Арашукова никто не верит. Следите за руками. Мне последовательно отказали в интервью президент республики, правозащитница Зария Тагбаева, и даже родственники убитых не так, чтобы были рады видеть журналистов. Так кто же стал жертвой сенатора? Фраль Шебзухов был местный политик, кандидат на пост премьер-министра Карачаева Черкесии. Его уже согласовал на должность полпредсеверокавказского федерального округа. Накануне назначения киллеры расстреляли Фралья на улице, на глазах брата, Мурата Шебзухова. И мишня туда с угла выезжает, без номеров белые, выскакивает трое в масках. Двое с пистолетом. Фраль оказался сзади меня. Я его прикрыл, получилось. Значит, один кричит, примерно сзади, говорит. Двое с пистолетом вот так, один с битой. Я как его так прикрыл, он на меня, значит, битой бьет. Я руку подставляю вот так и толкаю брата, беги. И Фраль побежал, бедный. Побежал, буквально 5-6 метров от трассы. Стоит там, развернулся, на меня смотрит. Те двое побежали с пистолетами за ним. Третий меня, который битой был, меня задержал. Это 5 метров трасса Ленина улица, центральная улица, в машине ездят. Это просто так невозможно было без, значит, страховки. Я не знаю, кто их прикрывал, кто-то, наверное, однозначно. Потому что средь белого дня, светло, час пик, трое в масках с пистолетами. Как можно не побоясь? Центр города почти. Ко мне поворачивается, говорит, стоять. А я вот так вправо взяну. И там как раз бордюр, я его не видел, не заметил, вот это в шоковом состоянии. Бордюр зацепил, упал. Смотрю слева, значит, от меня несколько метров целится к Фралью. А он не видит его. Он присел на меня, смотрит, видимо, за меня переживает. А я за него. И как встал и побежал к нему, Фраль же упал, видимо. Подбежал к нему, эти убежали однозначно, нету. Кузно было. Это, говорит, пуля, когда его повезли на штурморг, раздвижная пуля была, говорит. Если бы обычная пуля, проблем не было, говорит. А это на разрыв. Специальные пули. Все в Черкесске знали, единственный конкурент Фралья Шибзухова на пост премьер-министра, молодой Арашуков, 23-летний на тот момент Рауф. Потому, когда в 2012-м киллеров задержали, и они сказали, что получили заказ от него, никто не удивился. Как и тому, что киллеры уехали на зону, а Арашуков пошел в Совет Федерации. На родной земле Кавказской я играю и пою, называют гости сказкой всю Черкесию мою. Называют гости сказкой всю Черкесию мою. А если нравится, возьмите, не свистяйтесь, ничего. Если есть вопрос, просите, я отвечу на него. История убийства Жукова еще парадоксальнее. Аслан Жуков был местный нацик из тех, кто качал тему отделения Черкесии, участвовал в митингах и беспорядках. И однажды его вместе с другими членами молодежной группы Адыг и Хася вызвал Рауф Арашуков, тогда глава Хабетского района. Рассказывает друг покойного Жукова Руслан Карданов, свидетель по уголовному делу. На той встрече, чтобы вы понимали, был Аслан Жуков, я был, Рауф был, Тимур Жужуев был. Он нам предложил, вы, то есть мы организация во главе, мы с Асланом. А вот в такой-то день будет заседание парламента качал-черкесии. Мы заходим в парламент, то есть срываем его, захват силовой захват, делаем то есть практически переворот, госпереворот, грубо говоря, на местности. Он помогает нам, людьми, но при этом он оговорился, что меня не должно быть ни слышно, ни видно. То есть так как я уже вот один раз такое проделывал, там в 2005 году, по-моему, да, но все вопросы с силовыми структурами я закрыл, то есть у ребят проблем не было. Ну, возвращаясь к тому, что мы захватываем это все, как бы, и тут появляется он на белом коне, разрешает ситуацию, и он получает свою должность, о которой он грезил на тот момент, то есть председателя правительства. Подчеркнем, Арашуков предложил молодежи госпереворот. Ай да молодец. Это уголовная статья. В этом ему сейчас предъявлено обвинение. Мы уже понимали, что, ну, человеку меркантильный интерес, то есть он хочет представителям правительства чистостат и все. А то, что там с нами будет, если бы даже мы согласились, я думаю, что ничего хорошего для нас бы это не осветило. То есть и нас бы устранил, грубо говоря, и решил бы сходить. Да, да. Ну, уже, может, вышли бы. Аслан Жуков отказался участвовать в авантюре. Он тайно записал незаконное предложение Арашукова на телефон и передал запись генералу Хапсирокову, знаменитому завхозу Генпрокуратуры РФ. Запись попала в интернет. Рауф был в ярости. Он вызвал националистов и заявил, что не простит предательство. Аслана застрелили через три месяца на мойке возле дома, в голову. То, что это месть Арашукова, даже не скрывалось. Самые убийства после того, как произошли, мы, конечно, все складывали, но основная информация у нас приходила из их окружения. То есть кто-то сегодня отдыхал, там, застолье проводили. Через наследующее застолье был другой контингент уже. И из того застолья кто-то говорил этим. Ну, и, соответственно, информация распространялась и доходила. То есть мы до кучи все это складывали. Они на своих застольях обсуждали, радовались. Как же мы хорошо убили? Да, да. Ну, не как же хорошо убили, а что вот не надо было так делать, вот за это наказали. Скорой Жуковского киллера задержали. Это оказался местный профессиональный бандит Расул Аджиев, который в натуре признался, что убил националиста. Но не тут-то было. Родственники Жукова грудью встали на защиту киллера. Они требовали или наказать заказчика Арашукова, или оправдать исполнителя. Говорят, судья, вынося оправдательный приговор, плакал слезами. Убийца просится на зону, а родственники жертвы не согласны. В 2012 году, когда мы делали все, чтобы оправдали Аджиева, нам все говорили, что вы делаете, он же, вы знаете, он убийца, он убийца. Завязалась борьба между двумя семействами, а на деле влиятельными кавказскими кланами. Жуковы достали вид на жительство Арашукова в Объединенных Арабских Эмиратах, в котором будущий сенатор, чтобы войти в Верхнюю Палату Парламента, переправил дату окончания срока с 2017 на 2016 год. По закону, российский гражданин не может заседать в парламенте, если связан с иностранным государством. Пришла информация, что на момент, когда он предоставлял документы для поступления в Совет Федерации, ну, так, скажем, кандидатуру, документы были подделаны. Конечно, приложили некоторые усилия, чтобы достать копии, да. Копии достали, я сделал депутатский запрос в Объединенные Арабские Эмираты. Через некоторое время мне ответили, что мое заявление принято к рассмотрению. И через некоторое время, после этого времени, конечно, мне представили, что заведено уголовное дело. Смешная подробность. Арашуков подтер в документе только римские цифры, а арабские оставил как есть. Я показал, что, вот, как я предполагаю, вот, там цифры были написаны по-арабски, вот, арабские цифры остались неизмененными, то есть, и получалось, что разница в полгода. А цифры, которые мы же римскими пишем, да? Получаются разные арабские, римские разные. Да, да, да. И они все это рассматривали и пришли к выводу, что да, есть. И вот получается, что дело до сих пор вбужденное в стадии расследования по подделке документов. В прошлой части мы рассказали об аресте сенатора Рауфа Арашукова. В родной Черкесии он убил двух человек. Родственники убитых раскопали, что политик подделал вид на жительство в Арабских Эмиратах и возбудили уголовное дело. Встает вопрос, как же проверяются у нас кандидаты в члены Совета Федерации? Ведь подделка очевидна. В МИДе, я попробую еще даже на фамилию уточнить, что человеку они захватили деньги, в МИДе, который им поставил печать, что документы проверены, как бы, ну, Совет Федерации сам не проверяет эти документы, насколько я понимаю, проверяет, то есть МИД подтверждение дает или нет. Вот в МИДе они заплатили там что-то около 100 тысяч долларов, чтобы человеку, и он поставил печать, что типа все проверено. А-а-а, ну тогда другое дело. Друг Жукова Карданов достал Арашукова так, что в октябре 18-го года сенатор сбил свидетеля прямо возле отдела полиции Черкесска. Он кричал, что я уже достал, я тебя отправлю к твоему другу, ну, положу рядом с другом. Сколько ты будешь там писать, запросы эти делать, на меня показания давать. Вы же поехали к милиции, чтобы вас защитили? Да, да. И прямо возле милиции, под камерами? Да, 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 да. Так и было. Милиция среагировала чуть-чуть позже, когда уже практически все было сделано. Дали побить? Да, да, да. Ну, это, ну, как бы я, как бы, к милиции у меня претензий нет. Они-то их прекратили, по большому счету. Да они встали между нами просто-напросто, и все. А в моменте я падал, два раза падал, вставал. И последний раз я когда, то, что я помню, когда я упал, у меня, ну, просто я уже, голова закружилась. И перед тем, как отключился, я видел, что, ну, кровь, и потом я уже, по-моему, уже в отделе не сидел, я уже сидел уже, потом еще раз отключался. Бил, в основном это он был, потому что я подозреваю, что охранники держали все-таки. За этот эпизод против Арашукова сейчас возбуждено очередное уголовное дело о нанесении телесных повреждений и давления на свидетеля. Вот какие люди у нас становятся сенаторами. Мы не уродим свою честь и вознесем черепельский флаг. Кстати, журналистов очень интересовал вопрос, правда ли, что Арашуков не говорит по-русски. Отвечаю, вот собственное интервью сенатора. Если я говорю плохо по-русски, это не значит, что я не умею думать хорошо. Встает вопрос, почему Арашукова сразу не посадили? Рассказывает мама убитого националиста Роза Жукова. Все следователи, кто около нашего дела крутился, все получили должности. Кто-то джипса имел, подарил Арашуков, кому-то особняк купил. Там следствие вела Джанкиозова, Зарета, Горочаевка, Битуганов, Тимур. Они нам говорили, не надо ходить, это дело закрыто, ваше дело, это дело проплачено, вы ничего не сделаете. Я говорю, я до Москвы дойду, я это дело так не оставлю, я не согласна с вашим решением. А они так мне сказали, хоть до Господа Бога, хоть в Москву пойдете, все равно ничего не измените, за это дело заплачено. Кому заплачено? Им же было заплачено. Ну, сплошной беспредел. С этим мы столько лет жили, куда бы ни обращались нас, футболили, нас унижали, как издерги они себя вели. Друг погибшего, Руслан Карданов. Все говорят, почему молчали, куда сила выставка, а куда они смотрели, если генерал близкий вдруг на вечеринках с ним отдыхает. Я не исключаю, что при этом же генерали и неоднократно хвастались. За все эти годы, за 8,5-9 лет, сколько было писем написано потерпевшими, там, Жуковым и Шепуховым. Все эти письма спускались вниз, возвращались к тому же генералу. А люди с надеждами и чаянием писали в Москву, что там разберутся, потому что понимали, что здесь не найти правду. Тот, кто должен разбираться, вообще, мы там на застольях у них сидим, получаем подарки какие-то там, предполагая, что небескорыстно это все делалось. О связях ОПС в правоохранительных органах можно рассказать много. И для этого придется вернуться в 90-е. Сразу после ареста сенатора выступил бывший оперативник уголовного розыска Ессентуков Георгий Лихкобитов, в 90-е годы работавший по криминальным авторитетам региона. Он заявил, что по оперативным данным, крестным отцом группировки был завхоз генпрокуратуры РФ Назир Хабсироков. В КЧР Хабс руководил тепличным бизнесом, тесно связанным с вопросом отопления. И уезжая в Москву, он поставил на газовое хозяйство региона дважды судимого от досельчанина Рауля Арашукова, бывшего водителя. Таким образом возникло преступное сообщество, именуемое в простонародии Шайкой? Так Арашуков папа стал главой Газпром-межрегионгаз Ставрополь. Преступное сообщество воровало газ, продавало его за черный нал крупным фирмам, тем же тепличным комбинатом, а недостачу вешало на безответных дедушек и бабушек. Обходчики для этого срывали в домах простаков пломбы со счетчиков. Люди понимали, что их обманывают, но ничего не могли сделать. В ОПС входило руководство Газпром-межрегионгаз Ставрополь, руководство всех региональных представительств этой организации на Северном Кавказе, Пятигорске, Дагестане, Астрахани и так далее, а также силовой блок. Арашуков – главы или заместители глав правоохранительных органов Ставрополья, КЧР и СКФО. Понятно, что с такой крыши Арашуковы могли творить что угодно. В Хабетском районе, например, люди еще боятся. Там были случаи, просто я говорю, ну, я как бы не могу утверждать, но были случаи, когда уже младший брат, там, Назир, там, два-три года назад, прямо возле РОВД избивали там сотрудников, то есть народ об этом говорит, то есть и никакие там меры не были приняты. Назир – это младший брат сенатора Рауфа Арашукова, сын Рауля. Его назвали в честь Хабсирокова. Рассказывают о массовых избиениях, неисполнении решений суда, захвате общинной собственности, коррупции, подбросах оружия и сфабрикованных с помощью подконтрольных правоохранительных органов уголовных делах. Но все это шепотом. И только одна история прозвучала громко, громко, громко. В 2011 году Рауль Арашуков, папа сенатора, купил у своего бизнес-партнера по газово-тепличному бизнесу Виктора Япса памятник архитектуры дачи Лесур в курортной зоне Яссентуков. Каким образом сам Япс приватизировал дореволюционный памятник, история умалчивает. Но Арашуков въехал в здание стоимостью 4 миллиона долларов и не заплатил. Говорил, что у него то свадьба, то крестины, то именины, то похороны, то, в общем, с рождения детей и еще что-то. Вот сейчас он не может. Предлагал, ну я так предполагаю, для того, чтобы потянуть время, предлагал папе вместо оплаты, там вот машина у него была. Потом предлагал какую-то недвижимость тоже в счет этой оплаты этой дачи. Давай, ну, бартыш такой. Разводил красиво. Он же богатый человек? В том-то и дело, я буквально сегодня разговаривала с сотрудниками органов, и они-то знают все, все, все цены. И они мне говорят, что это действительно вот эта цена, о которой вы договорились. Я говорю, да, он говорит, ну это же вообще, это же фигня для него. Просто я знаю, как они шопятся, и, я не знаю, больше половины, наверное, это вот забит багажник шмотками. Они носят исключительно брендовые вещи. Все это рассказывает дочь Виктора, Илона Япс. С 19-го года он нам, мы с ним вот в таком ключе. Завтра, послезавтра, подожди, вот давай мы тебе тут, у нас есть дача в Москве, как раз возле Газпрома, где он. Там есть дача, давай в счет у нее этот самый. Мама мне звонит, говорит, я говорю, ну, мам, говорю, хотя бы уже давай, ладно, дачу, может, эту. А потом, говорю, мам, говорю, а потом придут, нас ногой оттуда выкинут и скажут, что вы вообще, кто вы здесь такие, раз они все так непонятно. Потом звонит, говорит, тут есть в Пятигорске дача, давайте дача. Я говорю, мама, говорю, все, говорю, даже говорю, скажи, чтобы просто больше не подходили с этими предложениями. И вы будете смеяться. Вот буквально выходил на связь его представитель. Это был у нас ноябрь, октябрь 2018 года, когда активно у меня начались вот эти действия, когда я начала писать жалобы, просто везде и всюду отправлять. И вы не поверите, опять в очередной раз мне его помощник, ну, или там представитель говорит, вот до конца 2018 года мы с вами расплатимся. Я говорю, да не надо со мной же расплачиваться, выполните решение сюда и уходите оттуда просто. Вот до 31-го мы вот, я говорю, послушайте, говорю, это смешно, говорю. Во-первых, банки начинают уже не работать с 25-го числа, как бы, это первое, говорю. Просто, как бы, посмеяться. А второе, говорю, у нас с вами не идет речь о выплатах, у нас с вами идет речь о том, чтобы вы освободили помещение, о каких выплатах вы продолжаете говорить. Ну, то есть, вот все в таком ключе. Ну, просто я считаю, что это, наверное, ну, такой подход, такая концепция просто, вот, да, к ведению, не знаю, такая жизненная позиция. Илона вынуждена биться за семейную собственность, потому что ее отец, вступив в конфликт с Рашуковыми, внезапно умер при странных обстоятельствах после ужина с Раулем. Я говорю, папа, ну что, платит? Она говорит, да не платит. Я говорю, да ты что, что будем делать? Он говорит, ну, я уже все, надо идти встречаться. Позвонил, говорит, давай встретимся, переговорим, обсудим, почему задерживаются оплаты. И все. И пошел на встречу. Потом утром мне звонит брат и говорит, а ты с папой давно разговаривал? Я говорю, в смысле, говорю, я только вечером разговаривала. Он мне говорит, а папа до вечера не доживет. Я говорю, в смысле, что ты несешь такой человек? Он говорит, ну так, звоню папе, говорю, папа, что случилось? А он мне говорит таким, доча, тяжеловато мне говорить, позже чуть-чуть, хорошо? Я говорю, что случилось? Папа, что случилось? Он говорит, и как повесил трубку. Я опять в рамках, я говорю, что случилось, что произошло? Он говорит, мы сейчас его госпитализируем, потому что у него непонятно что, он весь трясется, его забирают в больницу. И все, и уже на следующий день в обед мне позвонили, говорят, ладно, в районе 14 тысяч, ваш папа умер, и все. А у пеноги утировали. Они сказали, что начали синить ноги, и, скорее всего, очаг откуда-то оттуда. Давайте попробуем убрать очаг, и все нормализуется. Отрезали одну ногу, он звонит, говорит, началась синить вторая. Очаг не можем, ну, то есть не прекращается ничего. Давайте отрежем вторую. Молва приписывает Арашуковым много таких историй. Это потом я уже начала стыковать. Мы поехали один раз вот в этот Адьюх-Калас. Это отель Арашуковых. Ехали через Хапес и заехали туда. Была я, моя подруга. Встретила я там Нелю. Не помню, или в этот раз я ей сказала, или до этого я сказала, что оплату у вас долги. На что я сказала, что я ничего не знаю. Нелли – супруга Рауля Туркбиевича, присвоившего дачу Лесор. Мы остались в этом помещении, в этом их отеле. Еле ноги унесли оттуда, потому что резко понаехал там вот бассейн, спа-комплекс этот. Резко понаехали какие-то мужчины, куча каких-то мужчин. Они прям практически чуть ли не в парилку с пистолетами, но здесь висящими заходили. Мы немножко так испугались. И сквозанули оттуда, пятки сверкали аж, я не знаю, до самого Донбая видно было, искры наши. Мы приехали домой, и вот у детей нет. У нас с подругой и мамой пошла непонятная сыпь по телу, огромные вот такие вот пущи. Мы сразу же, естественно, все вот эти вот абсорбирующие смекты, это разгели и все на свете. Понятное дело, что мы там кушали. Не знаю, что это было, еле отошли. Нас полоскало несколько дней, причем мне звонит подруга, она уехала, да, и рвота. Я говорю, что говорю? Она говорит, как у тебя дела? Я говорю, да ты знаешь, у нас получат. Я говорю, с мамой. Она говорит, у меня получат тоже. Говорит, ты знаешь, у меня прыщи по телу пошли. Я говорю, и у меня прыщи по телу пошли. Она приехала ко мне, и мы стоим с ней, у нас, ну, без баллтера, да, и баба, у нас с ней вот так вот прыщи вот по телу. Чтобы выселить Арашуковых, Илона обращалась в партию «Единая Россия», подавала олигархов в розыск. В 2015 году суд принял решение о том, что Рауль обязан освободить помещение, но служба судебных приставов отказывается выполнять его уже 4 года. Сейчас, после громкого ареста, Илона еще раз пыталась зайти на свою территорию. Они вот так вот вчетверо у меня освободили, вот так вот задернули, не вытаскивают, выталкивают меня. Я, естественно, испугалась. Там же еще вот этот вот домик, где там деревья, вот это все, как лесочек, да? Я испугалась, думаю, может, они меня сейчас нафиг утопят в этом самом... Откуда я знаю? Ну, знаете, что я уже... Ну, то есть такой беспредел. Они при полицейских меня берут, хватают и как бы вот так вот сюда, вот сюда. Так кто же такой Рауль Арашуков, теневой король, которому подчинялись правоохранительные органы целого огромного региона, которого не смог уволить из Газпрома президент Медведев и который смог сделать сына сенатором? Он довольно-таки, на первый взгляд, спокойный, но давящий, для него нету слова нет. Есть только его позиция и неправильная, нечестный. Две женщины, одна с двумя детьми, вторая вдова. Ты носишь эти деньги. Понравился пиджак там или понравилась куртка, они так выбирают. И не важно, что она стоит 100 долларов или 100 тысяч долларов. Сын большой мальчик. Он ребенок, он избалованный своим отцом ребенок. Ему можно было все. И вплоть до беспредела. Не очень воспитан в плане того, что ей девушка, давай сюда, в этот кофе неси мне. Он берет себе то, что ему понравилось, начиная от вещи, заканчивая человеком. В школу Настя пиарится. Сука, англаки. Его не связывали исключительно дружеские отношения. Я в этом уверена. С госпожей Бондарчук. Я видела фотографии у них. Я знаю, что очень много невинных, скажем так, душ пострадало в республике, потому что он мог брать любого человека, любую девочку, понравившуюся силой, мог брать. И девчонок сдавать не буду. Пару я точно знаю. Рассказывает Роза Жукова, мать убитого Арашуковым Аслана. Он в администрации, в Хабезе, он был главой администрации. Что там творил, народ говорит, шепотом говорит. Изнасилований очень много было на его счету. Вот девочки идут, хорошенькая девочка, они на джипах разъезжались по аулу. И вот поймают, кинут, повезут, куда хотят, измывались, что хотели, делали. Но ни одна не жаловалась вслух. Ни прокуратура там, ни милиция, хотя все это знали, все работало на него. Все, все органы работали на него. Дальше, чем Хабез, и шепотом это никуда не уходило. Хам такой. Вообще, этот мир не видел таких, наверное. Но такие вот гадости, такие низости люди говорят. В лицо, говорит, пёгнул он. И в машине, говорит, специально делал. И захлопнет, уходит, говорит. Ну, дышите французскими духами. Друг убитого Руслан Карданов. Воспитания никакого не было, как и образование у Рауфа. И те люди, которые видели, что Рауф уже выбрал не ту стезу, они говорили Раулю. Рауль, будут большие проблемы. Сын неподконтрольный, вообще неуправляемый. На что им была сказана фраза. Я думаю, что вот с этого момента, видимо, у них крах уже был заложен на семье. Он сказал, что это мой сын, я одного уже потерял. И прав, не прав Рауф, я всегда буду за ним. То есть вся дозволенность. Вот тут он отпустил вот же, как говорится, тормоза. То есть безнаказанность, вся дозволенность. До Рауфа у него был сын. Еще в 80-е годы Рауль сам работал водителем на грузовике. Ну, как я слышал. Приехав домой на обед, пообедал он, а ребенок залез под нашим тость. Ну, и получилось, он сам его задавил. В школу Рауф с 6-го класса не ходил. Не хотел посещать. И наняли там в ауле учителя. Учитель приходил, он, говорит, часами стоял у двери. Он закрывался и не открывал. Зато рос в атмосфере абсолютной исключительности. В родовом гнезде сенатора Аули Хабес есть улица Арашуковых. Мечеть имени Арашукова. Школа-лицей имени Арашукова. И был кабак Скар. Знаете, как расшифровывается? Самый крутой Арашуков Рауф. Я мэн крутой, я круче всех мужчин. Мне волю дай. Так как же удалось победить этот мафиозный спрут, оплетший весь Северный Кавказ, все правоохранительные органы, Совет Федерации и часть Газпрома России. Громких посадок высоких чиновников, губернаторов и министров было много. Но ОПС вскрыли впервые. Мать убитого Аслана Жукова рассказала мне, что в поисках справедливости смогла зайти в Госдуму председателю комитета по делам семьи Валентине Плетневой. Она мне отдала слово. Я, говорит, не всемогущая, но я вам обещаю, говорит, что до Путина ваше вот это письмо, вашу жалобу я донесу и положу на стол перед ним. По другой версии, некая дама из Совета Федерации заходит на регион и собирается использовать газовые схемы без Арашуковых, с которыми дружила. Да, это все знали. Матвенко сколько приезжала, все знали, вся республика знала. По третьей газовых королей Арашуковы заказал влиятельный руководитель соседней Кавказской республики, которого Арашуковы обидели. А может быть, сыграли разные факторы. Оперативник Георгий Легкобитов начинал работать по газовому ОПС больше 20 лет назад. Понимаете, вот это понты, понторество. Возможно, оно просто уже где-то пересилило каком-то грань, что уже, скорее всего, одна докладная ложится, вторая докладная ложится на стол президента, третья докладная. Это все ложится на стол, что вот так вот кичатся. Вот уже кичатся, уже вот так вот сорта, уже они жрать уже не могут ни один места. И, скорее всего, где-то вот эта вот вещь, она произошла. Мы, может быть, сейчас ищем какие-то сложные конспирологические вещи, а может оказаться просто абсолютно да. Мы просто уже сказали, да достали, возьмите его, уберите. Я, знаете, хочу поверить, что это вот справедливо развулиться. Хочу. Но в глубине души я еще не верю. Даже не верите? Я не верю. Потому что столько мы ходили, столько я стучалась, и к министру ходила, и туда, и сюда. Вообще, я не знаю, как я выжила с этого. В Карачаево-Черкесии ни один человек не верит в то, что эра Арашуковых закончена. Жизнь научила людей, что мафия бессмертна.